Она резки ест, и у нее на спине черные полоски. А почему чилийская белка? Может быть, она какая-то особенная и отличается от наших белок? Я не знаю. Егор, так же как его брат и сестра Никита с Викой, никогда вживую не видели ни хорька, ни морскую свинку, ни уж тем более чилийскую белку. А потому в ход пошло детское воображение. Такой подарок, сделанный своими руками, ребята обязательно уже через пару минут подарят реальным героям. Это чилийская белка-дега. Белка? О! Белка! У меня черные полоски, а у меня не коричневые. Ага. Ну а так похоже, да? Да. Ты так себе представлял? Угу. Кто-то шиншил, а кто-то даже козу увидел впервые. Не каждая семья, находящаяся в особом социальном положении, может позволить себе подобные культурные выходы. Наши дети мало куда ходят, это очень нагладно для них. И мы стараемся по мере возможности на такие вот мероприятия их вывозить. Посмотрите, как правильно кормить. Посмотрите, пожалуйста. Бобилы не надо кидать, подаете прямо в руки. Можете кормить козлёв, кроликов. Идея о создании зоопарка у Юлии витала давно. Однако всего пару месяцев назад её домашние питомцы стали звёздами. Выяснилось, что у некоторых из них до встречи с девушкой была непростая судьба. Ай! От этой обаятельной хулиганки отказались хозяева. Такое бывает, когда люди необдуманно заводят домашних животных. Но сегодня она главная и большая любимица контактного зоопарка. Они открыты к людям и готовы доверять. Дети чувствуют это. И от четвероногих их было не оторвать. Домашние животные дают пользу. Какую? Голд. Старый ноги лечит. Пчела жмёт, придает. Наши маленькие герои простую истину усвоили на отлично. И главный урок дружбы не пройдёт даром. Ведь у каждого из них сегодня осталась в сердце частичка тепла и любви. Елена Краснопеева, Андрей Дармаев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok